SCP-098 Чтобы SCP-098 могли создать в них свои гнезда Помещение следует еженедельно чистить Во время этого все представители SCP-098 должны быть убраны В избежании травм и смертей среди сотрудников или самих существ Представители SCP-098, выглядящих больными или ранеными, следует из-за мати обследовать Описание SCP-098 это неизвестные науки вид ракообразных Они похожи на крабов, однако вместо клешней у них маленькие ножевидные когти На концах передних лап Состав данных когтей включает кремний, из-за чего они крайне остры SCP-098 очень крупные, особенно для сухопутного вида Высота взрослой особи 40 см, поперечная ширина около 60 см Существа предпочитают местные с подходящими для них укрытиями и мелкими водоемами SCP-098 способны дышать как в воде, так и в воздухе И поочередно меняют среду обитания Также они обладают способностями к звукообразованию посредством похожего на гортань органа, связанного с примитивными легкими SCP-098 охотятся в стае и нападают на жертву скоординированно Когда эти создания обнаруживают животное жертву, они пытаются окружить ее, имитируя издаваемые животными звуки, пытаясь таким образом смутить или выманить его Когда все SCP-098 готовы, один из них приближается к жертве, и пока та сосредоточена на нем, остальные заходят сзади и пытаются перерезать сухожилия ног или конечностей Во время нападения они продолжают имитировать звуки животного, тем самым дезориентируя его После нанесения раны SCP-098 плюет на нее вязкой слизью, которая моментально застывает и запечатывает рану, предотвращая потери крови и заражения Процесс продолжается, пока жертва не потеряет способность передвигаться После этого особи начинают питаться, отрезая кусочки плоти от своей добычи Сначала SCP-098 отрезают наиболее мягкие доступные куски, такие как ткани лица и конечностей, после чего переходят к другим частям тела Процесс питания продолжается только в том случае, если жертва способна дышать и может занимать от нескольких часов до нескольких дней В зависимости от размеров животного и числа представителей SCP-098 Судя по всему, эти создания способны общаться между собой, предупреждая друг друга об опасности и наличии поблизости потенциальной пищи Первоначально предполагалось, что они обладают разумом, подобным человеческому Но теперь считается, что представители SCP-098 просто бессмысленно повторяют человеческую речь Обычно представители SCP-098 почти не являются угрозой для взрослого человека Предпочитают обычу поменьше, например, собак, кошек и небольших свиней Однако в отсутствии более подходящей жертвы или в достаточно большом числе особей Они могут нападать и на значительно более крупную добычу SCP-098 были обнаружены в Бразилии после серии исчезновения детей Приложение 098-1 SCP-098 значительно умнее, чем казалось ранее Они быстро приспосабливаются к изменениям в окружающей среде И продемонстрировали способность запоминать закономерности Например, расписание чистки и уборки, а также закономерности в перемещении сотрудников по помещению Обслуживающему персоналу следует регулярно менять маршрут передвижения по помещению в избежании несчастных случаев Доктор Манн научил нескольких SCP-098 простым трюкам Также, похоже, они понимают значение некоторых команд Исследования продолжаются Рассказ из мира вселенной звонаря Мира, где произошел конец света Список диковин Звонарь шел по пустоши, не оставляя следов Он был высокий, долговязый, черноволосый, с глазами-бусинками Одет он был в серое На шее носил маленький безязыковой колокольчик А на пальце кольцо с символом Йорка Покровителя воров и мошенников На самом деле его, конечно же, звали вовсе не звонарем Однако он приобрел привычку скрывать свое настоящее имя Он говорил, что причина в том, что люди боятся признаться, как их зовут на самом деле Многие предполагали, что его разыскивают под именем, которое ему дали при рождении Впрочем, под новым именем его точно разыскивали А кое-где напротив видеть не желали Но ему были известны тропы Если кто-то и был способен проводить вас из одного города в другой То это был именно он И плата всегда повышалась, если в одном из городов он считался изгоем Если вы хотели заполучить реликвию из давно заброшенных мест Он знал, где ее можно купить и мог достать сам, если хорошо заплатить Бурдюк у него на боку пустовал Воды в пустоши было в избытке Лишняя ноша отягощала бы его С едой было намного тяжелее На пустоши ничего не росло Изредка над сырыми песками парили птицы Иногда пробегали звери Но ни деревьев, ни травы там не было Звонарь знал пустош как свои пять пальцев Он неоднократно сбегал от преследования в ее бескрайнее бездорожье Однако в тот день он искал там одного человека Вдалеке над песками виднелся каменный уступ, напоминающий спинку жука Звонарь приметил его накануне И должен был добраться туда через несколько часов Эй, звонарь! Вдруг раздался оклик Звонарь мигом напрягшись потянулся к рукоятке меча Но тут же расслабился, заметив на гребне одной из дюн человека в одеянии с толстой кожей Бенадем! Я пришел к тебе! Человек пошел по дюне вниз к звонарю Он улыбался Голубые глаза сияли из подкожной тебе тейки Низко надвинутые на лоб Так я и думал, я заметил тебя вчера Что привело тебя сюда? Я нашел письмена и хочу, чтобы ты поведал мне их значение Сказал звонарь Он поднял ящик с ручкой, которую нашел, скитаясь по свету Скитаться ему пришлось после того, как при попытке ограбить дом чародея Он пал жертвой зачарованного бассейна Чемоданчик полный тайн Сказал Бенадем Я удивлен, что он сохранился Что ж, следуй за мной Я устроил привал неподалеку Там мы можем провести долгую беседу С Бенадемом было вечно так Он всегда встречал звонаря в пределах дня пути до скал У него всегда был привал неподалеку Звонарь ни разу не доходил до скал И не знал никого, кто бы побывал там На вид Бенадем был среднего возраста Но звонарь не слышал, чтобы он когда-либо жил вне пустоши Поговаривали, что он стар, как сама пустошь По крайней мере, он знал немало о старых временах Отшельник повел его вверх по дюне К маленькой палатке Сделанной из кожи на каркасе из костей какого-то крупного животного Рядом стояло хитроумное металлическое устройство Из которого поднимался огонь Ну давай взглянем на чемодан Сказал отшельник Взяв его у звонаря руками в кожаных перчатках Он открыл защелки почти не глядя Звонарю потребовалось несколько минут, чтобы понять, как он это сделал Тем временем Бенадем изучал пожелтевшие хрупкие бумаги Наконец он тяжело вздохнул и спросил Где ты это нашел? В крепости в скале Далеко за морем Ответил звонарь Это одна из крепостей старого порядка Он едва сдерживал волнение Там были и другие реликвии Но только эту я смог перенести без труда Как ты попал на земли за морем? Поинтересовался Бенадем А, неважно Ты понимаешь, что ты достал? Тайное? Улыбаясь, сказал звонарь По реакции отшельника можно было понять, что бумаги очень важны Можно и так сказать Согласился Бенадем Медленно кивнув Это список Диковин, как вы говорите И указание мест, где находятся дзоны Даже родного дзона? Жадно спросил звонарь Бенадем вдруг выпрямился Звонарь, нет Ты не знаешь, что там Его не зря покинули Я не боюсь Я и раньше бывал в дзонах Звонарь выпрямил узкую грудь Но не в этой Я не позволю тебе сделать этого Не останавливай меня, старик Просто скажи мне, где этот дзон? Звонарь схватил отшельника за запястье Рука под его рукавом оказалась твердой и тонкой Словно от нее не осталось ничего, кроме кости Бенадем не пошевелился И лицо его не изменилось Но звонарь все же почувствовал некоторую перемену Словно отшельник вдруг увеличился в размерах Волосы на шее звонаря встали дыбом В воздухе витала мощь Словно перед ударом молнии Хочешь меня ударить? Спросил отшельник Звонарь отдернул руку и отвернулся, невольно смутившись А теперь я положу конец всем этим бредням Сказал Бенадем Он сложил бумаги на огонь И они в то же мгновение вспыхнули Ты еще поблагодаришь меня, что я спас тебя от тебя же самого, понимаешь? В душе звонаря вскипело негодование Он ненавидел оставаться в дураках И не смог сопротивляться искушению позлорадствовать напоследок Ты ничего не изменишь? Сообщил он О чем ты говоришь? Подозрительно переспросил Бенадем Думаешь, я проделал это путешествие только с этими бумагами? Такими хрупкими У меня было время сделать еще дюжину Но я их все спрятал На самом деле времени у него хватило только на одну копию И лежала она у него в сумке Но Бенадем этого не знал Звонарь, ты этого не сделаешь Я тебе не позволю Бенадем поднялся и на какое-то время звонарю показалось, что тот ударит его Ты меня не остановишь Заявил он с храбростью, которую вовсе не ощущал Ты не убийца Бенадем посмотрел на него несколько секунд А потом к изоблению звонаря расхохотался Ох, звонарь, если б ты только знал Нет, я не убью тебя Но не по тем причинам, которые ты предполагаешь Ладно, иди Я не могу тебя остановить Но не знаю, как ты собираешься следовать указания в бумагах, которые ты прочесть не можешь Я найду другого, кто знает старый язык Бросил звонарь А других и нет Сообщил Бенадем Я единственный, кто его помнит Неправда, есть еще один И его не так уж и сложно отыскать И кто? Ох, звонарь, ты же не пойдешь к югу, правда? Глаза Бенадема погрустнели Если ты мне не поможешь, то у меня не останется выбора Ответил звонарь Я бы пошел хоть к самому Бариту Если бы он предложил мне родной дзон Бенадем только потряс головой В руках Эвермана нужно бояться не смерти Звонарь поддерживал небольшой огонек, наблюдая за входом в пещеру Он был в неделе пути от пустоши Снаружи что-то двигалось Крупнее собаки И более неуклюже, чем прогуны Конечно, это мог быть и другой путешественник Или разбойник Но звонарь не видел уже никого два дня Юг был проклятой землей Это было всем известно У входа хрустнула ветка И свет заслонила человеческая фигура Белые пустые глаза уставились на него Изо рта с отвисшей челюсти вырвался низкий стон Геирова кузня Выругался звонарь и поднял меч На просторе ходячие мертвецы были лишь досадной помехой Их медлительность и неповоротливость сделали их легкой добычей Однако в тесноте пещеры существовал немалый риск быть укушенным Мертвец, спотыкаясь, попрелся к нему Нечаянно вступил в костер и даже не посмотрел на пламя Лизнувшее его ногу Он просто сделал еще один шаг вперед Пытаясь дотянуться до звонаря Сдувшимися пальцами Звонарь махнул мечом, отсекая пальцы Он попытался обойти мертвеца и выбраться к выходу Но тот отступил и схватил его за плечо неискалеченной рукой Звонарь вырывался, стараясь не наступить в огонь самому И пнул противника под колено Мертвец упал, чуть не повалив его самого И путешественнику едва удалось отскочить Чтобы чудовище не впилось зубами в его ногу Оно поползло к нему И звонарь мигом выскочил из пещеры Он поздравил себя с очередным отважным бегством Теперь оставалось только ждать, пока мертвец вылезет наружу И его будет легко одолеть Путешественник обернулся И улыбка медленно увяла Мертвец выполз в кучу палой листвы у входа в пещеру И она уже начала тлеть Звонарь глядел сухие заросли вокруг И вновь перевел взгляд на пещеру Где лежали все его запасы Клев, его побери Раздосадованно воскликнул он Стащив в себя куртку, он принялся сбивать ее пламя Мертвец продолжал пытаться укусить его Даже тогда, когда звонарь тушил его самовой кустарник рядом с ним В конце концов куртка тоже загорелась Ее пришлось бросить Пожар быстро распространился И вскоре звонарь понял, что потушить его не удастся Оставалось только бежать Он перепрыгнул через мертвеца И заскочил обратно в пещеру По полу стелился густой удушливый дым Путешественник схватил заплечную сумку Кашля выбежал наружу Увернулся от последней слабой попытки зомби Ухватить его за ногой побежал На ходу пытаясь высмотреть за деревьями ручей, реку Или что угодно еще Когда наконец где-то блеснула вода Он вдруг почувствовал странное тепло сзади Глянув через плечо, звонарь увидел дым Поднимающийся из заплечной сумки Он резко сбросил ее со спины И принялся рыться в ней Вынимая пока еще целые бумаги Потом он отбросил ее в сторону Сопроводив ее ругательством И продолжил путь во тьму Подальше от рыжего зарева Поднимавшегося за спиной Звонарь шел по пояс в воде Держа над головой свою драгоценную котомку Он бродил по этому забытому богам болоту Уже несколько дней И нигде кроме джунглей на севере Не встречал столько пиявок Вдалеке послышался рев крокодила Путешественник содрогнулся С ящерами он пока почти не сталкивался Но знал как крепки их челюсти Наконец он выбрался на следующий островок Он старался идти по суше везде Где было возможно избегая воды Ему очень недоставало топорика и веревки Без них нельзя было сделать лодку Которая все таки немного скрасила бы его путешествие Высушив меч и нож Он снял ботинки Чтобы чуточку просохли И принялся искать на себе присосавшихся пиявок Нашлось четыре Он разрезал их на кусочки Осыпая проклятиями Он сложил бумаги на более-менее сухой пенек И придавил камнем Чтобы не сдуло Нельзя было допускать Чтобы они сейчас размокли Или стали нечитаемыми Потом звонарь проверил бурдюк В нем все еще плескались остатки свежей воды И путешественник хотел было выпить ее Но подумав решил еще немного подождать Неизвестно где здесь попадется родник Ни еды ни огня Последние остатки воды Он надеялся что уже скоро найдет Эвермана Иначе придется жрать этих боритовых пиявок Дрянное проклятое место Сказал он сам себе Проклятое Откликнулся кто-то за спиной Странно знакомым голосом Звонарь обернулся и никого не увидел Место проклятое Сказал кто-то еще Звонарь понял что это его голос Он спросил себя Я схожу с ума Дрянное проклятое Заявил еще один голос На этот раз путешественник приметил движение Из зарослей боком выпал с большой красный краб Он был наверное ему по колено Длинные тонкие ноги оканчивались не клешнями А скорее шипами Звонарь выхватил меч И топнул ногой Надеясь отпугнуть животное Оно не выглядело опасным Но пристальный взгляд глаз бусинок Совсем не внушал доверия Сделав шаг вперед Путешественник почувствовал укол в ногу И обернулся как раз вовремя Чтобы заметить другого краба Уползающего прочь Поганый ублюдок Зарал он Ублюдок место дрянное Сообщил краб Забираясь на камень Звонарь бросился к нему Но снова почувствовал боль Нога вдруг подломилась Он ударил мечом краба Который порезал его Он слышал движение вокруг Сколько же их здесь Они все зачирикали Дурацким хором Повторяя его слова Он снова почувствовал боль Теперь уже в разных местах Он попытался повернуться Но двигаться становилось тяжело Их шипы отравлены Что они с ним сделают Он увидел как один из крабов Ползет к его руке И попытался убрать ее Но клешня Похожая на шип Вытянулась вперед И вдоль нижней ее части Блеснуло лезвие Которое затем вошло в его локоть Прорезая сухожилие Сверху на рану закапала Густая клейкая жидкость Плотно заполнив ее Больше рукой он пошевелить не мог Когда остальные крабы Зраились вокруг него Прорезая, капая, обездвиживая Он закричал Потом один из них Перерезал сухожилие у челюсти И она застыла Звонарь не мог пошевелиться Только выгибать спину Они начали отрезать кусочки От его тела Он чувствовал как отрезали Пальцы рук и ног Как один из них Добрался до мягкой плоти Его лица Последнее что он видел Это две острых клешни Тянущиеся к его глазам Через какое-то время Он услышал странный гортанный голос И шорохи у ползающих крабов Потом он почувствовал Укол напоследок Кто-то поднял его И понес куда-то И тогда он провалился в сон Когда он проснулся Все его тело ныло А голова раскалывалась Он сел и протер глаза Потом и глядел пальцы И остальное тело Он был цел Это значит он во владелях Баррета Значит его будут судить Комната в которой он лежал На неком мягком помосте Была белой Примерно так выглядели Руины некоторых дзонов Где он побывал Хотя здесь все было Гораздо целее и чище Что-то с его руками было не так Он упустил взгляд на них Несколько раз моргнул Пересчитал Еще раз пересчитал Потом сжал и рожал кулаки Бесполезно Все равно пальцев было семь Два из которых большие На каждой руке Дверь открылась Вижу вы проснулись сэр Рад вас видеть Звонарь поднял глаза И чуть не свалился с помоста Когда чудовище вошло в комнату Другими словами было и не описать Отдаленно оно походило на человека Две руки Две ноги Голова там где положено Но голова была странной формы Как будто к ней сверху Приживили макушки других голов Сделав ее намного больше обычной Из-под выпуклого Лба Выглядывало четыре глаза Со зрачками странной формы Механизм с креплением Надетым на голову Повернулся на шарнирах И поднес линзу К одному из глаз Который жутко моргнул В увеличении Кожа чудовища была бледнее Чем звонарь когда-либо видел Розовато-белая Светло-коричневые усики Вырисовывали под носом Неестественную дугу Напоминающую еще одну кривую улыбку Его верхние конечности Раздваивались в локтях Образуя четыре большие руки С длинными многосуставными пальцами Простите, если мой вид вас встревожил Я работал и не ожидал визита Ты, Эверман? Выдал звонарь К своему вящему ужасу Чудовище кивнуло Эверетман вообще-то Доктор Эверетман Лучший и последний хирург На этом свете А вы звонарь Вы говорили во сне, понимаете? И кричали, и немножко умоляли Я отнял вас у своих питомцев Малюток девяносто восьмых Они не ладят с незнакомцами, должен признать Но все в порядке, верно? Я даже немного улучшил вас Я делаю людей лучше, видите ли Улучшил? Это эти лишние пальцы? Спросил звонарь Да, и если вы напряжете пальцы Совсем немного Предложил Эверман, блаженно улыбаясь Звонарь в замешательстве Сделал то, что предлагал Эверман Когда пальцы напряглись Из кончиков пальцев Выдвинулись крохотные блестящие ключи Он едва не выругался Там сильное, снотворное, полезное Если вы встретите собаку Динго или другое опасное животное Эверман отвернулся Давайте выпьем чаю, а? Нормально и цивилизованно Звонарь последовал за ним по коридору Глазей по сторонам В попытке запомнить путь по странному зданию Коридор много раз поворачивал По сторонам было много закрытых дверей За некоторыми из них были слышны голоса Но звонарь не знал ни одного из тех языков Он мог поклясться, что за одной из дверей слышали стоны и плач Наконец они пришли в огромную обширную комнату Пустую, за исключением маленького стола Посреди двух стульев рядом с ним Эверман указал на стул Когда звонарь сел, открылась другая дверь В комнату вошло нечто Оно было похоже на человека Но однозначно им не являлось У него было четыре ноги Расходящиеся в стороны Как у насекомых И руки, которые сгибались в чересчур многих местах Лицо выглядело совсем нормально И это, конечно, сбивало с толку Существо несло серебряный поднос Подойдя к столу, оно сняло крышку Открывая взору фарфоровый чайник с цветами Две чашки и сахарницу Эверман поставил на стол чайник Чашки, а затем и сахарницу И принялся разливать дымящийся чай по чашкам Взглянув на звонаря, он начал Вы будете... Нет, подождите, я полагаю Вы не знаете, что такое сахар для чая В общем, это что-то вроде мёда Я положу вам немного, ладно? Он взял из сахарницы два белых кубика И положил по одному в чашку Звонарь вежливо отпил глоток И нашёл, что это вкусно Слаще, чем он привык, но вкусно Спасибо, сказал он Очень вкусно Ему хотелось, чтобы Эверман подольше оставался добрым Эверман просиял Спасибо, рафинированный сахар Хорошая выдумка, я считаю Я вывел таких личинок Которые выделяют его в качестве продукта жизнедеятельности Звонарю пришлось призвать на помощь всю свою выдержку Чтобы улыбнуться и не выплюнуть чай Прости, слегка слабо начал он Когда ты нашёл меня, ты случайно не видел там бумаг? А, да, я хотел обсудить это с вами Они весьма любопытны Эверман сложил вместе обе пары рук Где вы их нашли? Это тоже, хотя я и так могу сказать, где она была Ты можешь? Звонарь так берёг бумаги, что ему не приходило в голову Что Эверману могут они и не понадобиться Но так и вышло, ведь он тоже пришёл оттуда Конечно, сказал Эверман Она, ну, к западу отсюда И немного севернее Я хорошо её помню, хотя стараюсь ходить туда пореже, а сейчас там опасно Эффекты 184-го Трудно предсказать, особенно учитывая, сколько времени прошло Но ты только подумай о тайнах, которые там сокрыты Воскликнул Звонарь Это ведь колыбель человечества Хранилище стольких диковин Могилы самого старели Эверман напрягся Все четыре глаза сузились и уставились на Звонаря Производя тягостное впечатление Стрельникова, заявило чудовище Дмитрий Аркадьевич Что? Переспросил Звонарь в смятении Стрельников Дмитрий Аркадьевич Повторил Эверман Так он мне представился, когда мы встретились Так я всегда к нему обращался Так вы должны к нему обращаться Я, да, хорошо, согласился Звонарь Стрельников Дмитриевич Аркадьевич Без вопросов Довольно сносно, сказал Эверман И да, он ещё там С 682-м Могила, быть может, подходящая для него громница Он был лучшим из нас, понимаете ли Мы прекрасно справлялись, пока он был с нами А что случилось? Спросил Звонарь, чувствуя, что Эверману нужен слушатель Йорик Процедил Эверман сквозь зубы Это была его вина Звонарь пережил приступ паники, вспомнив о кольце Но потом вспомнил, что оно пропало вместе с пальцем На который было надето Он обидел тебя? Он настроил всех против меня Объяснил Эверман Всех моих друзей Кроме Стрельникова Дмитрия Аркадьевича Никто не защитил меня И после всего этого Что я сделал? Он ударил двумя руками по столу так, что дерево хрустнуло И чайник с чашками опрокинулись Я решил проблему с расходниками Я предложил изменить их репродуктивную ДНК Может, сделала это и Райтс Но идея была моя Я был врачом Я поддерживал здоровье всех Я лечил болезни, травмы Они это запомнили? Нет, им наплевать Они просто хотели остановить мою работу Они говорили, что я был неправ Но я знаю правду Они завидовали тому, что мои глаза видят дальше А мои руки могут держать угли Йорик Он выплюнул это имя Он ненавидел меня с самого инцидента с Рейлин Он должен был быть благодарен Я был его другом Я помог ему Я всегда хотел сделать его лучше Но какое ему дело? Он настроил всех против меня Изгой Ни друзей, ни лаборатории Ничего, кроме моих крабов-хирургов А я только хотел помогать людям Но я им покажу Я им всем покажу Я сделаю их лучше И они поймут Они поблагодарят меня Никто больше не посмеет вышвырнуть меня прочь Глаза Эвермана расширились И были полны безумия На шее вздулись вены Его взгляд сфокусировался на звонаре Вы... Вы не оставите меня, верно? Умоляюще спросил он Вы мой друг, правда? Э... Конечно Испуганно согласился звонарь Эверман без сомнения потерял рассудок Если не в самом начале То за год одиночества точно Хорошо, хорошо Сказал Эверман Я знал, что вы не такой, как все Как только увидел вас Вы не... Вы не бросите меня Я помогу вам Я сделаю вас лучше Вот так О, пока не надо Нервно возразил звонарь Я думаю, что я и так неплох Нет, я настаиваю Заявил Эверман Он махнул слуге И тут сжал плечо гостя Мертвой хваткой Я понимаю ваше нежелание Но вы поймете Что это для вашего же блага Я все-таки ваш врач Он встал и вышел в одну из дверей Слуга потащил звонаря Следом за ним Доктор Ман достал Небольшую металлическую штуку И вставил ее в отверстие в двери Потом повернул Дверь открылась И переступив порог Они очутились в огромной Ярко освещенной комнате Уставленной сотнями реликвий Моя коллекция Гордо сказал Эверман Разнообразные SCP объекты А ну да, диковины Как вы их называете О многих фонд даже и не знал Это только те Которые можно хранить рядом Понимаете ли Остальные создают ряд проблем Он направился вглубь проходов Мимо полок, коробок и ящиков За грязной чашкой Лежала широкополая шляпа Девушка с картины Рядом с которой Висел рубиновый медальон Махала ему рукой Каменный куб Вдвое выше человеческого роста Расколотый пополам Едва ли звонарь Успел сложить об этих предметах Что-то кроме общего впечатления Пока его волокли мимо Наконец его подтащили к помосту К такому же На котором он очутился Три руки из металла И пластика поднялись над ним Двести двенадцатый Сообщил Эверман Мне повезло раздобыть его Фонд никогда не использовал его правильно Они не могли управлять им Улучшения были случайными Бессистемными Я понимаю его лучше Это поможет тебе, мой друг Поможет тебе видеть так, как вижу я Звонарь понятия не имел Что он имеет в виду Глаза или убеждения Впрочем, он и не хотел это выяснять Он выгнулся, как только сумел И пнул слугу прямо между четырех его ног Тот взвыл и отпустил его Когда Эверман обернулся Звонарь уже успел схватить коробку с полки Ну и глупец Скричал Эверман Когда звонарь швырнул в него содержимом коробки Он пытался схватить откатившийся Крошечный красный предмет Но тот и вернулся Звонарь развернулся и побежал Он слышал грохот за спиной Слуга, огнавшийся за ним Издавал высокотональный вопль Который больно ударял по барабанным перепонкам звонаря Потом что-то ударило его И он зашатался Звонарю показалось, что он заметил Крошечную красную прожилку А потом полка обрушилась Он выргался и прибавил скорости В поисках укрытия Предатель Ренегат Голос Эвермана Эхом разносился по комнате Йорик Звонарь заметил странную коробку на колесах Он запрыгнул туда Надеясь, что та окажется зачарованной Двигательными чарами Он испотрелся в поисках средств управления Там обнаружилось несколько рычагов Большое колесо Он принялся дергать их Но не добился заметного результата Вокруг продолжали сыпаться и ломаться объекты Что-то проломило крышу И взребезги разбило лобовое стекло Слуга, подволакивая одну ногу Запрыгнул на переднюю часть устройства И потянулся через разбитое окно к звонарю В отчаянии тот схватил его рукой на манер клешни И стрельнул крючьями Который Эверман вживил в его пальцы Слуга зашипел и отдернул руку А потом изготовился к прыжку Наконец звонарь заметил маленькую металлическую штуку Похожую на ту, которой Эверман открыл дверь Он схватился за нее Про себя молясь Гейру Чтобы это оказалось что-нибудь безопасное И повернул Ощущения вдруг резко полностью пропали Уже второй раз за день он подумал Не мертв ли он И не ждет ли его правосудие Баррита Но потом вдруг понял, что падает Он приземлился на дюну Подняв вокруг себя облако песчаной пыли В отдалении виднелось полупогребенное в песках здание На многие мили вокруг были видны только дюны и ничего больше Он вгляделся в здание Расхохотался и сидел так Пока слезы не потекли у него по щекам Это был Дзон Где он нашел бумаги Где началось его долгое путешествие Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok